Ну, понимаете, есть какие-то пределы тоже. Не вкладывайте в памятку о том, что... Ну, у нас в каталогах она написана... Не забывайте о том, что мы в Мурманске. Но если у вас тундра или лесотундра, все-таки говорите об абрикосах или винограде без теплиц. Это, наверное, немножко, значит, надо... Какие-то культуры такие более... Есть культура, та же жимолость прекрасная растет, та же смородина растет, та же малина растет. Вот, то есть ягодники вообще, конечно, являются более стойкими. Тем более сейчас вот ремонтантная малина, которая у нас тема, она вообще под зиму уходит, там целина. Никаких ничего не торчит, мерзнуть нечему. Зато к осени следующего года у вас, значит, получается шикарный урожай. Если поговорить о экономической ситуации, в которой сейчас, в принципе, оказались и питомники, да и сады по России в целом. Скажите, вот когда вы развивали свое предприятие, пользовались ли вы какой-то господдержкой, какими-то льготными кредитами? Ну, материалы на первую субсидию, вот после 24 лет работы, готовятся у нас сейчас, вот в этом году только. Пока мы ни одного рубля государственной поддержки не получали. Работаем сами, надеемся на себя, надеемся на тех наших партнеров, на тех наших заказчиков, с которыми у нас хорошие развиваются, такие добрососедские, партнерские, хорошие отношения. Вот, ну, расширяем ассортимент, работаем над качеством, поэтому как-то удается нам выживать. Ну, это уникальный случай для сельского хозяйства, когда без субсидий, без, в общем, кредитов, сельхозпредприятие растет, развивается, становится известным. Складывается другая точка зрения? Может быть, люди просто зарабатывают деньги, имеют какие-то сверхприбыли? Нет, дело в том, что мы идем за счет того, что у нас мы работаем, обычно предприятие работает или с семенами, или с саженцами, или с луковицами, или с картофелем, с одним. Мы работаем, у нас много точек опоры. И вот за счет этого, наверное, и выживаем. Вот, потому что у нас хорошие семена, у нас хороший картофель, у нас хороший лук, чеснок, значит, у нас хорошие саженцы, хорошие декоративные растения. Видите, клиент голосует ногами, как говорят. И если у нас расширяется по семенам, каждый год мы увеличим где-то на 30-35% число заказчиков, то этого бы не было никогда, если бы люди не знали. Получаем благодарственных писем мешками, поэтому смело смотрим в завтрашний день за счет вот такого многоотраслевого. Сейчас вообще-то хотим заняться производством товарной ягоды, планируем заложить жимолосную плантацию, жимолосный сад очень мощный. И включить даже переработку. То есть, чтобы точек опоры стало еще больше. Потому что в наше время на что-то одно рассчитывать невозможно. Можно и оказаться в ситуации финансовой такой плохой. Многие говорят о том, что чтобы выбрать саженец, нужно посмотреть, увидеть. А лучше всего все рекомендуют приехать в питомник. Есть такая возможность у ваших клиентов, ну хотя бы тех, которые живут в Кургане, в Оренбуржье? Пока работаем почтой. Дело в том, что сейчас строится садовый центр. Видите, мы просто киоск, предприятие серьезное, просто открыть какой-то маленький такой киоск, значит, было бы не серьезно. Хочется начать работу уже на хорошем уровне. Сейчас мы планируем у себя там на месте сделать, совместить ботанический сад, создаем. И, значит, буквально через дорогу будет садовый центр. Вы приехали, посмотрели, в ботаническом саду цветет какая-то интересная сирень. Интересный чубушник цветет, значит, интересный абрикос. Значит, прошли, купили посадочный материал. Вот так вот. То есть, если мы подходим с размахом, понимаете. Но для того, чтобы это сделать, нужно время, нужно деньги. Ну, то есть, вот опять здесь мы как раз возвращаемся к теме того, что пока не было кредитов, да, какой-то возможности развиваться экстенсивно. То есть, все делается постепенно. Постепенно. Но уверенно. Постепенно. Но у нас вот сейчас, вот мы сейчас на Челябинской земле, вот в этом месте, где мы в Краснодарском районе, поселке Шибанов, за 10 лет у нас сделано немало. Мы все время сидели без рабочих. Сейчас у нас построены общежители рабочих на 500 мест. Столовая, значит, там производственные корпуса, склады, складские помещения серьезные. Земли сегодня в нашем распоряжении более тысячи гектаров. Вот проведены серьезные миллиардивные работы. Тут полив 10 километров положено водопровода на 300 миллиметров. Значит, 6 поливальных итальянских машин работает, потому что она засушливая. Поэтому стараемся, стараемся выживать, стараемся так, чтобы... Ну, сегодня надо сельское хозяйство, знаете, вести с умом. То есть просто так вот взять, выращивать картошку, взять, выращивать капусту, тем более такие скачки с ценами. Я вот рассчитываю на то, чтобы именно точек опор становилось еще больше, чем у нас их было, понимаете. И это очень важно. Кстати, при росте предприятия всегда требуются кадры, как с кадрами в сельском районе. С кадрами пока вопрос стоял очень плохо. Вы знаете, специальность агроном становится... Она вообще-то не востребована сегодня. Она везде, кроме нас. У нас она очень хорошо востребована, но, значит, старшее поколение, просто люди уже состарились. Среднего поколения агрономов как-то они растворились. Молодежь приходит, очень много молодежи сегодня приходят. Они готовы в рынок пойти, только в качестве потребителей. Не производителей, а потребителей. Но мы сейчас нашли, наконец-то, вот буквально в этом году и в дальнейшем. То есть мы приглашаем на практику студентов сельскохозяйственных вузов 3-4 курса. Смотрим на них даже бесплатно, их кормим, значит, содержим там, они живут бесплатно, работают. И мы смотрим, как кто работает. И самых лучших, самые сливки оставляем себе. Вот, даем квартиры, даем хорошую зарплату. И человек, то есть, может заводить семью, смело смотрит в будущее. То есть условия для работы и для жизни создаются. То есть, получается, что вы создаете такую некую инфраструктуру, где-то рядом с деревнями, которые находятся, так скажем, не в очень хорошем положении. Все равно приходится создавать отдельный какой-то городок, отдельное общежитие, потому что невозможно найти кадры там. Да, просто вот в тех поселках, которые сегодня есть, ну, извините, деревню, так надо сказать, в кадровом отношении за все годы, которые вот начиная с начала 19-20 века, ограбили хорошо деревню. И сегодня можно давать туда деньги, можно давать технику, но нету тех рук, тех голов, тех христиан, которые бы это приняли и все. Поэтому приходится всю инфраструктуру, весь кадровый состав создавать заново, фактически. Хотя мы привлекаем, конечно, жители окрестных сел, у нас много людей работает, но идет очень строгий отбор, потому что зарплата достаточно высокая, и мы хотим, чтобы люди у нас работали. Они делали, что работают. Как обстоят дела с техническим вооружением, хозяйством? Ну, когда начинали мы вот на земле Челябинска в 2001 году, значит, был я, водитель, и был УАЗик, скорая помощь. И 452 таблетка. Да, да, таблетка. Все, значит, был садовый домик. Сегодня у нас более 30 автомобилей, включая очень серьезные большегрузные машины, 20 тракторов, работает людей в самый пик, это до 400 человек с сезонными рабочими. Поэтому, ну, я считаю, что и дальше перспективы, мы очень хорошо смотрим в будущее. Наша продукция востребована, потому что вот в одной только Челябинской области было 11 плодопитомнических совхозов. Сегодня не осталось ни одного. Был серьезный такой смолинский плодопитомнический совхоз, орденоносный, авторитетный. Сегодня от этого совхоза, есть люди, печатают, и были у него газеты, у кого две грядки, у кого полторы грядки, у кого грядка, у кого полгрядки, понимаете? И вот все на таком вот это уровне. А уровень должен быть, значит, большой дефицит садовцев. Причем фальсификация идет. Везут с юга, везут из Киргизии, из Узбекистана, с Украины везут. То есть то, что у нас даже до декабря доживать не будет. Не то, что там зиму переживет. И людям все это продается, как за местный посадочный материал. То есть проблема существует. Ну, кстати, если вот на рынке человек встретил под маркой Сады России человека, продающего саженца, то есть это возможно так? Ну, бывали такие случаи, отслеживали бы, значит, то есть попытки фальсификации, попытки проехать на авторитете фирмы, а он есть этот авторитет, они существуют. Мы, конечно, это все отслеживаем и, значит, пресекаем самым серьезным образом. Ну, в принципе, есть, наверное, рекомендации для людей, которые выбирают саженцы, как отличить вот этот завезенный саженец с юга, который не проживет, может быть, и до декабря, а в лучшем случае переживет, может быть, зиму. Есть вот такие... Одна и та же картина наблюдается по всей стране. Знаете, сейчас было в Веливостоке, значит, в Москве, в павильоне «Космос» как-то обход делал. То есть эти саженцы, они огромного роста, мы их называем удочками, то есть они 2-3 метра. У нас такого прироста, при всем нашем, у нас климат другой. То есть это саженцы, выращенные на юге, они никак не приспособлены. Я говорю, что они даже до ноября не доживут. Потому что у них, во-первых, сорта там используются, совершенно не зимостойкие. А во-вторых, значит, они воспитаны в условиях, где зимы фактически нет. Я знаю, что была попытка завести в Челябинскую область 11 вагонов саренцев из Узбекистана. И я даже не знаю, честно говоря, как она поступала, такая информация, в общем, достоверная информация. Но похоже, что они все-таки попали на наш рынок. Они их держат в хранилищах. До июня они стоят абсолютно голые, эти растения. То есть, вот отключить, если у вас, вам продают удочку такую, это высоченное растение, шикарно развитое, то это со 100% уверенностью можно сказать, что это привезен откуда-то с юга. И он жить у вас не будет. И многие сегодня уже обожглись на это. Мы даже, я сажу год, сажу, значит, два, сажу три, у меня ничего нет. Вот. Но надо садить то, что будет у вас жить. А вот... Кстати, однолетние или двухлетние саженцы? Значит, саженцы, смотря каких культур. Саженцы в основном, конечно, идут двухлетние, вот, полуторалетние, если там касается, допустим, ягодиков. Вот. Но для рассылки мы используем саженцы высотой от корневой шейки до макушки где-то 60 сантиметров. Это вполне жизнеспособный саженец, который очень быстро начинает развиваться. Он не переболел ничем еще. Вот. И хорошо, если это завершковалась верхушечная почка, это было бы идеально. Мы сегодня стараемся. Но если нет, приходится некоторые саженцы подрезать. Ну, он, почка, которая ниже этого среза, она пошла расти. То есть, в общем-то, результаты хорошие. Ну, а сами вы, как думаете, вот кому можно порекомендовать, допустим, воспользоваться однолетними саженцами, а не двухлетними? Ну, что проще, на самом деле? Ну, в любой садовод. Просто саженец, который не очень большой, он хорошо приживается. Он хорошо себя чувствует. Те, кто хотят посадить сразу крупномером, надо помнить, что это дерево будет болеть. Вот, и вот сейчас смотришь, в городах, посажены там двух, трех, пятиметровые, и вот оно сохнет, чахнет, а маленько посадили бы его, посадили, обеспечили хороший уход, полив, и очень быстро. Я себе дома сажаю, вот, своими саренцами, в своем собственном саду, которые, вот абрикос посадил, в прошлом году, смотрю, у меня уже, они по полтора, два метра вымахали, и где-то через год будут плодоносить. Понимаете, то есть достаточно быстро вступают в плодоношение, поэтому не надо бояться. Ну, то есть вот это вечное деление, на самом деле, что выбрать, двухлетку или однолетний саренец? Просто-напросто, если вы хотите гарантированно, чтобы у вас была хорошая приживаемость, лучше посадить более младшего возраста. А ваши заказчики могут выбирать? То есть, мы, я вам говорю, что у нас ограничена вот высота, это 60 сантиметров, потому что посылку больше, то есть мы сейчас упаковываем в коробке, ее просто-напросто саженец больше, ну, и так для пересылки. Эти-то посылки, они достаточно громоздкие получаются. Поэтому, ну, я вот говорю, я себе, свой собственный сад, я могу выбирать. Я сажаю вот такими небольшими растениями, с комом земли, значит, а мы зачастую все плодовые культуры выращиваем в отдельных таких горшках, вот потом они вытрясаются, значит, в мох заворачивается и уходит потребителю, то есть в хорошем состоянии. Какие новые интересные сорта могут появиться в ближайшее время у вас? О чем еще, может быть, не знаю? Ну, во-первых, мы сейчас стали очень продуктивно работать с декоративными культурами, значит, вот сейчас я специально в прошлом году, в этом году ездил по северным районам Норвегии, по северным районам Швеции, и у них совершенно озеленение построено и городов, и поселков, и частное озеленение совершенно по-другому, чем у нас, и выигрывает во многом. То есть вот этот опыт северных стран, где климат примерно такой же, как у нас, мы его перенимаем. То есть расширяется ассортимент ежевики, расширяется ассортимент малины, малины ремонтантные, расширяется ассортимент сливы, абрикоса, пересматривается груши, яблони, то есть очень серьезно. И овощных культур тоже, значит, новинки появляются, и которые отличаются, сейчас вот были, буквально, я вернулся только что из Киева, украинские селекционеры продвинулись, занимают, возможно, первое место сегодня в мире по селекции черной смородины. То есть отличные сорта, высокоурожайные, сладкие, крупноплодные, хотя у нас и в стране ведется селекция черной смородины сегодня где-то в шести центрах, но их результаты сейчас будем вводить тоже, значит, в наш ассортимент, чтобы наш потребитель получал самое лучшее. Благодарю вас за беседу. Я напомню, что вы смотрели программу «Аграрный вопрос», а гостем студии сегодня был генеральный директор научно-производственного объединения САД России Владимир Степанов. Я, Алексей Киан, с вами прощаюсь и желаю вам успехов в добрых делах.